Особое мнение на 101FM И так далее, и так далее Вы знаете, Валерий Николаевич, сегодня, оказывается, во всем мире Отмечается день числа Пи Такая интересная дата Я не могу не воспользоваться этим случаем И немножко не похулиганить Я немножко люблю это делать Как вы думаете, в нашей стране, в нашей области В настоящее время полное Употребляю средний род, применительно к числу Хотя подразумеваю род другой Полное Пи или еще ничего, поживем 314 314-х Пи есть Я жду, что вы ответите Ну, Володь, смотри, а в какой сфере 314-х Пи Ну, понимаешь, там бесконечный ряд идет Бесконечность, да Поэтому в данном отношении Ну, что скажу, если серьезно То Где самый большой провол, на ваш взгляд Настораживает послание Президента, которое произвучало Оно очень такое оптимистичное Такое благозвучное Удовлетворяющее потребности всех Но что именно беспокоит Нет, и даже не то, что там Мы показали свою дубинку Там, вооружение и так далее И так подобное Но это замечательно Но при этом глава государства Заветил, что мы никому зла не желаем Ну, нет вопросов Посягать не будем Нет вопросов, да Но при этом сказал, что То оружие, которым я воевал В свое время, оно уже Поставлено на вооружение И может достичь Несколько раз Обернув землю И преодолеть любую систему Противоракетной обороны Поэтому нет Определенная угроза Это правильно Что готовность воевать И побеждать Она остановит любого агрессора И заставит несколько раз подумать Филическая сила, она остается таковой Вот знаменитые указы 2012 года Мая Мая, да Мая Вот Я думал, что Они будут проанализированы Причем принципиально И люди бы поняли Где чего получилось Где чего не получилось Вскрывая причины И трансформируя дальше Вот эти вот Где причины Ставя как задачи Дальнейшего усовершенствования Я бы воспринял это Супер, ну ура И две руки поднял Но, к сожалению, этого не было И вот это вот Пи как раз и есть Что Но Путин же сказал, что да Не реализованы все эти указы еще И что теперь И надо продолжать работать Но кое-что сделано Молодцы Нет, так я же вам об этом и говорю Дальше Закидоны делать Я вспоминаю, как мы утверждали Стратегию развития Кировской области В свое время И мы к сегодняшнему числу Должны были с вами получать Среднюю заработную плату Около 90 тысяч рублей Да ладно Да, по нашей стратегии Поэтому, дорогой мой Когда стратегия разрабатывалась? Она разрабатывалась На рубеже, наверное В 2008-2009 год Поэтому Вы знаете Нет, их потом Эту же стратегию Несколько модернизировал И Белых Ее принимали при шоклеении Потом ее модернизировал И Белых И она у нас шла Переходным моментом И поэтому здесь есть Одно из последних заседаний Когда я был председателем комитета Законодательного собрания Как раз мы слушали Министерство экономического развития О ходе реализации стратегии И вот там Вот эти пии докладывали На 10% выполнения На 20% Где вообще ноль стоит И так далее То есть я к чему веду речь Что Перспектива управления И развития государства Она определяется Наличием Некой стратегии С которой мы сравниваем Уже реальные Полученные результаты И работаем На соответствующими ошибками И мы их воспринимаем Уже не как драму А как посыл к действию То есть если есть Какая-то ошибка Несовпадения Значит мобилизуются ресурсы Для того чтобы Эти ошибки устранить Вот это нормальная Работа государства А декларации Слушать это Очень-очень Неприятно Ну рассчитано Наверное Ну я не знаю на кого На пи В общем годы идут Исторический процесс продолжается А вот от пи Никак избавиться не можем К сожалению Интересное событие Накануне произошло В нашем городе На фоне развернувшейся Дискуссии Между США и Россией США заявили о том Что космические войска Будут создавать Россия сказала Они у нас есть уже Есть да У нас открылся Детский космический центр Да В нашем городе Приезжал Мединский Ну как же без Министра культуры Российской Федерации Собственно с которым Первоначально речь И велась о создании Данного учреждения Но речь и велась Еще при Никите Юрьевича Я участник этого процесса Когда мы денежки пробивали И обосновывали А надо ли или не надо И одним из оснований Являлось что это надо То что основную львиную долю Нам давал федеральный бюджет Поэтому глупо было Отказываться от той ситуации Но все равно 80 миллионов Мы тогда планировали Своих денежек Как думаете Мединский накануне Осматривая центр Было что-то у него такое В голове Вот ведь какие Перипетии судьбы Договаривались с одним губернатором А тут уже другой губернатор Я его меньше знаю С тем вроде такие Товарищеские отношения были Вы фантазер Фантазер У них все сугубо прагматично Конечно Абсолютно Поэтому здесь персонали На мой взгляд Не самая главная Фигура Я просто вспоминаю о том Что это была фишка Когда перед выборами На второй срок Никита Юрьевич Он встречался В 2014 году Да он встречался С Владимиром Владимировичем И основой его доклада было Ну фишкой Что вот мы Имеем возможность Такой центр иметь Это уникальная штука Которой нигде нету И наверное еще долго не будет Пожалуй даже во всем мире И тогда президент сказал Говорит А вы меня пригласите на открытие И Никита Юрьевич сказал Конечно Мы в сентябре откроем его Ну прошло время Соответствующие события Но вот приехал Мединский Я думаю что Ожидая там А зачем он вообще-то нужен В это тяжелое время И нужен ли Я думаю что нужен Это действительно Абсолютно Я в этом убежден Как военный человек То есть летчики, космонавты, инженеры Стране нужны сейчас Абсолютно Которые как выразился Мединский И центр будет готовить Более того я недавно был В Донецкой народной республике И читал там лекцию Для профессорско-преподавательского состава Всей республики Собирали Для ведомств Министерств Республики И для Директоров предприятий Где мы как раз Рассуждали о том Что реальный сектор экономики Это наука Это перспектива И соединение Как это ни парадоксально Соединение Вот этой науки Не с собственниками бизнеса А с рабочим классом Который должен эту науку Винтиками Там гаечками Подкрепить И реализовать Некие реалии То есть С удовольствием Слушали люди И они Однозначно сделали вывод Вы можете на сайт войти Отчета Национального технического университета Там на сайте висит Они сделали вывод Что перспектива Развития любого государства Это наука Соединенная С реальным сектором экономики Все остальное Это от лукавого Поэтому Вот то что вы говорите Космос А там проверяются Будущие технологии Которые должны Служить человечеству Там нету войны В космосе нету войны В космосе есть единственное Выживаем или не выживаем Человек Вот с этими технологиями А если там выживаем То эти технологии На земле Тем более Обеспечивают Выживаемость Вот похвастую Помните мы вам Мед Тогда дарили Попробовали Угощали Да Который как раз таки Биотехнологический кластер делает Да Мы сейчас дошли до того Что с институтом Медико-биологических проблем Заключили соглашение Это российская академия наук Которая готовит Рационы для космонавтов И вошли в программу Марс 500 То есть На 500 дней Сегодня готовится Рецептура питания Космонавтов Которые полетят на Марс В 25-м году Это 500 дней Только в одну сторону В одну сторону Я же тебе об этом и говорю Следовательно Вот мы сегодня С нашим медом Вятским А это Нужен ли центр Вот этот Космический Или нет Вот мы Занимаемся Этой штукой На сегодняшний день Реалиями И сейчас готовим Отправку Продукции Для проверки Как она Работает На длительном Процессе Невесомости Работает она Физиологически Там и функционально Для человека Или нет Поэтому Моя точка зрения Однозначна Инженеры Наука Космос Это абсолютно Нужная вещь Это задел На выживаемость Руководители Будут меняться А выживаемость Нации Как я в Донбассе Выступал И говорил Армию победить можно Народ победить нельзя А там они объявляют Сейчас отечественную войну Против украфашизма Представляете Народ поднимается И говорит Давайте объявим Войну не гражданскую А отечественную войну Это совершенно Другая вещь Это совершенно Другой взнос Да Это совершенно Другая И мифология Вот этого Военного конфликта Она уже Вырисовывается Ну Народ победить нельзя Поэтому Объект Ну уже Про детский Космический Союз Чтобы сейчас Закончить эту тему Перед перерывом Коротко Если бы еще Какой-то детский Центр строить На ваш взгляд В первую очередь Какой еще Ну Какая тема В Кировской области В Кировской области В Кирове Я был в Калининграде Там построен Кластер Детский кластер Причем Оснащенный Новейшим оборудованием И так далее Там До обеда Скажем Работают дети В этом кластере Что конкретно Делают Лаборатории Научно-исследовательскую Работу Дети Которым Там 9-10-15 лет И они Работают На уровне Вот этой Вот Высокой науки И так далее И они делают Такие вещи До которых Сегодня Не всегда Наука И дотянет Ведь Проблема Сегодняшней науки Она заключается В том Что она Консервирует Многие знания Ну то есть Это мое И оно там Как это Ларчик Авторское право А дети Они раскрепощены Они элементарно Подсматривают Любые новшества И так далее Они начинают Импровизировать Неожиданно Я в Калининграде Был поражен Я вот считаю Что следующее Если делать задачу Вот такой вот Центр должен быть Кластер детский Который кстати Заявил И Путин Вместе С Ковальчуком На базе Научно-исследовательского Центра Имени Курчатова Они пытаются В Москве Создать такой центр Но пытаются А я бы сегодня Уже как задачу Вместе с Василием Взялся бы решать Эту задачу И на базе А у нас ведь есть уже Опорный вуз Этим занимается у нас Да ничего не занимается Почему Ну нету такого Это отдельный проект Я лично виделся С этими ребятами Сумницами Они занимаются Работой Робототехникой И так далее Нет Я говорю о центре Я говорю о некой Сугубо заточенном На этой теме Конечно Где составляющим элементом Является опорный вуз Не на базе Опорного вуза А составляющим элементом Является опорный вуз Ну предлагается Пообсуждаете Со всеми заинтересованными Я готов предлагать И в общем-то Стратегически Я это вижу Как необходимость Скажем Если наш биотехнологический кластер Он заключил сегодня соглашение С лицеем Клён Кировский лицей Естественных наук И детишки там Исследования уже проводят Под то что У нас руки не доходят А детишки так В виде игры Они уже осуществляют Некие вещи Мы заключили соглашение И с некими Средними техническими Учебными заведениями Ну не говоря уже О высших учебных заведениях И конструкторских бюро Поэтому я думаю Что вот этот вот потенциал Он должен сегодня лечь Не на зрелые мозги Которые закомплексованы На детские Я думаю что Зачин у нас есть И тогда Риск полный Эпи Он будет Да В шоколаде В шоколаде Эпи будет играть Только свою Существенную роль В математике Большая пооза Она сейчас будет И продолжим Нашу беседу С Валерием Турулым Особое мнение На 101FM Ну давайте из космоса На нашу грешную землю Возвращаться Да напоминаю Что Валерию Николаевичу Турулу Вы можете Нашу слушателю Задать вопрос С помощью специальной формы На нашем сайте Подчеркиваю Новом сайте Обновленном Нет Абсолютно новом EhoKirova.ru Заходите Итак Вот буквально Насколько я понимаю В эти дни Покидает свой пост Светлана Геннадьевна Чарушина Начальник управления Федеральной налоговой службы По Кировской области И многие именно с ней Связывают усиление Налоговой нагрузки На бизнес И бегство бизнеса Из региона Ваша позиция Я скажу Зудин когда был Этот уже процесс начался Зудин Экс глава Который ушел В Приволжский федеральный округ И тогда уже началось Следовательно Мы тогда сделали вывод Что создана некая система Которая будет усиливаться И она действительно Потом усилилась Когда Чарушина Светлана пришла Кстати я с ней С величайшим уважением Отношусь Потому что она Достаточно адекватный человек С ней можно решать вопросы Обговаривать И так далее Мы с ней ездили По всей области В свое время Это был Когда предпринимательский десант Она была у нас Самая главная Мы очень много Продискутировали И так далее Поэтому С точки зрения Человеческой Там все нормально А вот то что Та система Которая была поставлена Я не знаю Помните вы или нет По моему В 2010 году Была создана Специальная комиссия По наполняемости бюджета Чрезвычайная комиссия Куда вошли Все силовики Только Белых пришел Вот только-только Белых Да Возглавил Этот процесс Потом В 2012 году Показательные порки Начались И вот здесь Конечно Светлана Чарушина Она в общем-то Проявила Все по закону Но проявила Достаточно Активность Такую высокую Высочайшую активность Когда Я вынужден был Проводить Специальное заседание Разбираться А почему бизнес-то бежит Если сначала Крупную Перерегистрацию Проводила В других регионах Ну там вроде бы Можно было понять И я предупреждал Тогда по Кирово-Чепецкому Химкомбинату Что деньги уйдут у нас Мы потеряем Треть бюджета Наполняемости По показателям прибыли Вот Затем пошел Средний бизнес И началась Обеспокоенная Но когда пошел Уже малый бизнес Мы начали анализировать А в чем причина И Собрали всех силовиков И очень активно Анализировали И Чарушина И ее команда Потому что Они тоже были Обеспокоены Ведь для того Чтобы наполняемость Бюджета Обеспечить Должна быть Налогооблагаемая база И ее надо найти И вот это вот Вопрос-то Он выдвинулся Вперед Тогда мы уже Говорили Я предупреждал Я предупреждал Официально И на законодательном Собрании И в правительство Писал записки О том Что Инвестиционный климат Он определяется Возможностью Свободно работать И развиваться Малым бизнесом Вот Должны благоприятные Среда Не имитация Этой среды А благоприятная Среда Вот И если этого нету То никакие инвестиции Нас не спасут Но К сожалению Я оказался прав Если вы помните Этой весной Уже проводились Чтения Гайдаровские Они кстати В упреждении Были Давосскому Совещанию Которое Обычно После Давосского Проводились Гайдаровские Экономические чтения Так вот Гайдаровские чтения Они сделали Очень серьезный вывод Это либералы сделали Они сказали Что Инвестиционная политика Валовый внутренний продукт Он не характеризует Уровень развития И повышение Благосостояния Страны Следовательно Необходимо Изменять показатели И не инвестиции Сегодня должны Определять Нормально идет Развитие экономики Или нет Должны определять Доход То есть Уровень жизни человека Насколько он поднялся Или не поднялся Я Абсолютно С ними согласен Несмотря на то Что они мои Скажем Идеологические противники В том числе В сфере экономики Но они правильно Сделали вывод И вот этот Ориентир На инвестиционную Политику И сегодня Если вы посмотрите Это господство Это основным термином Инвестиционная Привлекательность И так далее Это становится Камнем Преткновения В прямом Переносном смысле Это слово Неправильный курс Взят Неправильный Отсюда Все эти беды Конечными показателями Должны быть Все же Это открытие новых Рабочих мест Открытие новых Рабочих мест То есть работа Реального сектора Экономики Это налогооблагаемая База По НДФЛ И вторая Это налог с оборота То есть Надо менять Что такое налог с оборота Это приобретен доход Кем-то уже За это Пожалуйста Заплати С дохода С того что заработал Да С того что есть Реально Не фиктивные Вот это дутые Спекулятивные А реально Дошедшие Как благо до людей Вот я думаю Что Мы стоим на грани Некое Революционное Преобразование Налогового кодекса Мы этого не минуем И другого пути не будет Поэтому Мне очень жаль Со Светланой Чарушиной Мы договорились о том Что я лекцию буду читать И мы договорились Что Подключится Вебинар Всех налоговиков Мы подключим Где мы просуждаем По этим вопросам Мы готовили на 4-5 число Круглый стол О том Как изменить Апреля С ней готовили Но я думаю С Ольгой Ивановной Мы тоже продолжим Эту тему Это сейчас Исполняет Обязанности за нее Мы Продолжим этот разговор Я думаю Круглый стол Все же состоится О том Что если Система Экономических Показателей Будет меняться То надо договариваться С бизнесом Чтобы он добровольно Отдавал Часть своего оборота То есть нет у нас Налога с оборота А надо договариваться И вот за этим следить Это не прямые поступления Потому что мы будем Формировать Технологические цепочки А это Принципы Научно-исследовательского Института Которые налогообложению Не подлежат А как вы прокомментируете Слава первого зампреда Регионального правительства Александра Чурина Что региона нет Это не может быть Планом по увеличению Числа малых предприятий Есть задача Создавать условия Для развития Бизнеса Плана нет Александр Антонович Абсолютно Кстати прав Он прав Что заставить Я вот Контактировал С Крымом И должен был 13-14 числа У них проводить Консультационную работу По созданию Кластеров И почему я туда Не поехал Потому что В заключении Переговорного процесса И приглашений Прозвучала такая фраза Или Мне прокомментировали Фразу Министра экономического развития Республики Крым Которая сказала Мы будем назначать Малый бизнес Который войдет В кластеры Все Тупик Это Назначать бизнесу Где ему работать Где ему не работать Извините Но Это глупость Неимоверная глупость Поэтому Александр Анатонович Абсолютно прав Если мы создадим Благоприятные условия Для развития бизнеса Он появится Если под это мы подведем Еще программу Инновационного развития Региона Территории Не региона Неправильно я сказал Территории Потому что Это совершенно другое понятие Где человек находится Вот эту территорию Вокруг него Мы должны развивать Потому что Самый ценный Это человек С теми ресурсами Которые объективно Около него находятся Они дешевые И доступные Вот это вот задача Номер один Как создать это Но это надо Изменять систему Финансовых потоков Которые на сегодняшний день Сложились в стране И в том числе В нашем регионе То есть Войти с инновационным продуктом И темой Наверное Достаточно Тяжело Мне легче На сегодняшний день С нашими инновационными продуктами Входить в других регионах В Коми В Ленинграде Что вы и делаете Что мы и делаем Да А у себя Потому что здесь Ну извините Я прямым текстом скажу Достаточно ангажированное Правительство И руководство В том числе На муниципалитетном уровне Находится Которые предопределены Выполнять определенные функции Соблюдения Вот этих финансовых потоков Вмешаться в них Это значит разрушить И никого не интересует Лучше Для Нашей территории Или хуже Есть конкретно поставлен Вот здесь жесткий план Существует И поэтому Я не завидую Александру Анатольевичу Ваша работа И их работа Властей Это перпендикулярное движение Конечно получается Да Совершенно правильно Вы правильно поняли И вот здесь Вот это смелое Высказание Александра Анатольевича Она в общем-то Свидетельствует о том Что он тоже Обеспокоен Той ситуацией Которая На сегодняшний день Существует И в этом Я с ним солидарен Но губернатор Получается Об этом же Сказал на днях Он заявил Что нужно создать Такие условия Чтобы в нашей регионе Бизнесу было комфортно Работать в рамках Правового поля Почему он не сказал Мы создадим Мы создадим Вот что-то бы сказал Вот вы сами ответили На этот же вопрос Ну нужно создать Такая формулировка Продекларировать Что это надо И так далее В свое время Я имел уже Достаточный опыт Практически В нашем регионе Когда мы пытались Создавать условия По призыву Тогда удвоение Валового внутреннего продукта Была такая программа Владимиру Владимировичем Путиным ВВП ВВП Вот удвоение ВВП Как два президента У нас вроде бы должно быть Вот Мы попытались Тогда это дело сделать И На чеснока В чесную По-честному Восприняли Это как декларацию Как указание К действию Но чем это закончилось Закончилось тем Что три главы района Либо сняты были Либо под суд попали Потому что их обвинили в том Что они окажутся Раньше укрывали Источники дохода Бюджета Поэтому Ну это вообще кошмар Поэтому я уже Боюсь Кого-то ввязывать В эти программы Если они не согласованы С региональным правительством Я вынужден сегодня Искать Другие механизмы В других регионах Через кого-то Согласовывать Вопросы С правительствами Других территорий Через кого-то Не напрямую Потому что Иначе идет ломка всего Но согласитесь Вам нравятся трудности Ну знаете Философские Вы абсолютно правильны Человек Есть такая наука Проксиология Наука о правильной деятельности И она говорит о следующем Что Весь смысл управленческого процесса Он заключается В способности Видеть текущие ошибки Это Их устранять Никак не драматизировать А просто их устранять То есть Объективно Мы не можем всего знать И следовательно Любые наши действия Они несут в себе Элемент ошибки И вот способность Видеть эти ошибки И их устранять Вот это Самое гениальное В управленческом процессе Не драматизировать их И не искать виновных Объективно Мы их будем делать И делаем И вот способность Это увидеть А это уже трудность Это уже трудность Потому что Сама оценка О том Что ты сделал Недостаток Она уже влечет Ну Определенные препятствия А ты обещала А оно не так получилось И так далее Поэтому Вся наша жизнь Это преодоление Вот этих преград И трудностей Другое дело Если я предполагаю Что они есть Я воспринимаю Это как должное И не драматизировать А вот когда Их искусственно создают Ну Мне это не надо Это называется Борьба с витринами Мельницами Не надо Мне это Я не хочу Этих трудностей Поэтому Контекстом Нашего Вот сейчас спора Является Не люблю Или не люблю Я трудности А я хочу Дифференцировать Эти трудности Те которые Надо преодолевать И я от этого Получу удовольствие Как спортсмен Знаешь Когда это Дистанцию Перепрыгивал С барьерами И выполнил Там норматив Какой-то И он получил От этого удовольствие Или просто Тупо прыгать Да И биться головой Об стенку Разница есть Вот Отдифференцировать Вот эти вещи Это тоже важнейший элемент В деятельности Кстати В сфере малого бизнеса Вот ко мне приходит Предприниматель Ну молодой предприниматель И говорит Валерий Николаевич Вот я хочу Там то-то сделать Туда-сюда Мне надо деньги Помогите найти деньги Я сейчас в шоколаде То есть за деньгами Он пришел Основная Ну не за деньгами А помогите их сделать Я говорю Давай бизнес-планы И так далее Ну смысл-то не в этом А я ему говорю Антон А ты вот Поинтересуйся По сырьевой базе Поездил Поездил Вроде бы Можно решить вопрос Я говорю Хорошо А ты поинтересуйся А что за технология Которую ты будешь пользоваться Да вот она Там 10 миллионов Что это Я говорю Поинтересуйся Поездил А оно Несовершенная технология Я говорю Ну что-то тебе Надо делать Свою технологию То есть понимаешь Процесс трудностей Он возникает Не на уровне Когда я купил Оборудование За 10 миллионов А потом сунулся И говорю Блин Куда я влез Зачем я потратил Сплошное пи Понимаешь Сплошное пи Вот А в данном отношении Он влез И говорит Блин А ты смотри Да Надо подготовиться К преодолению трудностей До того И эти трудности Они носят Логический характер На уровне Это же не очень дорого Да Это дорого Это время И так далее Но на уровне осмысления И проведения Вот это уже тема Ведения бизнеса И развития О чем говорил Александр Анатольевич Вот это вот схема Александр Чурина Мы имеем ввиду Первого Зампредсателя Правительства Кировской области Мы подобрались К середине часа У нас должна Прозвучать реклама Продолжим после нее Особое мнение На 101FM Продолжается особое мнение Валерия Турула У нас остается 10 минут Сейчас хочу поднять еще одну тему Которую Валерий Николаевич имел Я думаю Продолжает иметь отношение Я имею ввиду Дворец пионеров Терраспорт Я помню Да конечно Ну я же ложился тогда Под машиной Выступали И собирали людей И так далее Заставлял разгружать Это грунт Да Вот ваш коллега по УЗС Как раз таки Дмитрий Русских Недавно в нашем эфире заявил Что застройщик планирует Поменять назначение данного объекта Есть у него такая информация От неназванного им источника То есть речь идет о том Чтобы отказаться от строительства бассейна Как планировалось изначально А возвести универсальный спорткомплекс И его якобы можно будет Проще переделать под торговый центр Как вот такая информация Дмитрий Михайлович На мой взгляд Он говорит не новость Более того Я знаю что мы Это с ним уже Не раз еще тогда проговаривали А ларчик открывается очень просто Когда терраспорт Мы анализировали ее деятельность Это не первый случай был Когда высоколиквидный участок Забирался под якобы какой-то объект Дальше под этот объект Получались большие кредиты Терраспорт строил на эти кредиты Не объект А строил жилье В городе Москва Продавал И дальше банкротил Это дело Обанкротчивал соответствующий объект И дальше он уходил Банку А банк Чего Ему уже по барабану Какая там договоренность была Что там строить Он получил компенсацию Пассивы Неактивы А пассивы Не до строя И так далее И он по любой цене Теперь чего Сбрасывает это Лишь бы вернуть Хотя бы часть своих средств Вот схема Такова Мы ее озвучивали Да И я эту схему-то озвучивал Когда проводилось Тогда В 20 Процесс пионеров Вот это Народный сход Так скажем Да Там Яблоку негде было Я эту тему озвучивал И тогда была создана Соответствующая комиссия По недопуску Подобной ситуации Черчков там возглавлял С той стороны С этой стороны Активисты были Ну а я как Гарантом выступать Пытался тогда И мы вскрыли Тогда ситуацию Что Город подыгрывал Этому вопросу То есть были подделаны По сути документы То есть там В документах Разрешительных В нарушении того Кому можно выделять Эту землю И так далее Были неправильно Обозначены В противоречии Действующему законодательству Объекты Это же подсудное дело Да конечно И тогда мы это вскрыли И они вынуждены Ну надо отдать должное Никиту Юрьевичу Он дал команду Мне дать копии документов Где от руки Было исправление Внесено Без исправленной верти Без печати В соответствии С действующим законодательством Выделения объекта По другому назначению Вы понимаете Это вообще кошмар И тогда мы уже предупредили Что скорее всего Терраспорт запускает Эту модель Да Вот эту модель запускает Но сегодня просто Жизнь подтверждает Что банк За долги Он должен Получить компенсацию Поэтому здесь Давление на Терраспорт Будет однозначно А Терраспорт Давайте посчитаем Возвращать там 500 миллионов Да Либо строить объект Ну что это Он отдаст этот объект И 500 миллионов У него остались Вот и все То есть Тема-то вот она На поверхности На поверхности И Терраспорт Чтобы возвращать Эти 500 миллионов Ему жизни не хватит С учетом того Что у него еще ряд объектов Поэтому жизни не хватит А так они у него есть Зачем ему отдавать эти деньги Ну глупость неимоверная Поэтому это схема Отмывки И не более того В которую включили Соответственно И общественность Общественность обманули В буквальном смысле Этого слова А сейчас пойдет Уже процедура Не зависящая От мнения общественности Она будет Она прописана Процедура банкротства Кто Куда Зачем Почему И кто купит Тот и Будет господствовать Ну Тема опять же Может быть ТЦ Не ТЦ То есть все что угодно Торговый центр Да Может вообще быть Что угодно Поэтому я дальше Углубляю эту тему В отличие от Дмитрия Михайловича Он еще как-то По-божески Сказал Что завуалирует А сейчас Они бы чихать хотели Уже на все это С точки зрения экономики По барабану Еще одна тема Которая очень Долгое-долгое время Обсуждается Я имею ввиду Стретчество То есть Там Ранее Это звучало Как поиски Альтернативного Источника воды Для областного центра Да И вот однажды Было принято решение Стретчество Володь Ты меня вытаскиваешь На такую тему Которую я в свое время Поддевал И говорил Буквально недавно На мартовском заседании Гордома Стало известно Что Планируется Законсервировать Данный объект Они в нашей студии Многие специалисты Говорили Вы что Какой консервировать Мы отстанем От всего И получится Что мы Зря все это затеяли Зря действительно При создавшихся условиях Но вот 5 минут У нас остается Ноги у этой темы Они достаточно Давно были зарыты И я тогда Предупреждал И говорил Что Та схема По которой Решается этот проект А тогда Белых Приложил Много усилий Чтобы Получить Достаточно Большие кредиты Не кредиты А финансовые Субсидирования Федеральные деньги Там по моему Первая сумма Была Около 8 миллиардов И тогда Первый транш Получили 3 с чем-то Миллиарда Ну я это Помню По памяти И Кчус Как основной Исполнитель Я тогда Взял его На контроль И Учитывая Что это Экономическая Проблема Больше была Даже не ЖКХ И так далее Это экономическая Была проблема Взял на контроль И стал Интересоваться И оказались Очень нехорошие Вещи Я даже боюсь Их озвучивать Ведь должна была Одна ветка Быть Нитка А их стало Две Да Я об этом не знал Две нитки Их тянуть Начали Когда мы Начали Говорить А где Деньги Зин Нам начали Фиктивно Показывать Вот здесь Зарытые участки Они что сделали Отчитались О том Что в принципе Водовод проведен Но закопали На отдельных Участках По 100-200 метров Труп И показали Вот эти Распределительные Узлы И все А водовод То не был построен А отчетность Была проведена То есть Самого нитки То нету Да Самого канала По которому вода потечет Да Отдельные участки Были сделаны И все И водоподъемная станция Была выстраивалась Которая Ну проверить Вот она здесь А есть трубы Или нет труб Никто проверить Вот нам показали Отдельные участки И тогда отчитались А я тогда Очень большую Бучу поднял И сказал Ребята А где 500 миллионов Которые мы должны Сэкономить И к нам В бюджет Должны уйти Где эти деньги Оказалось Там вообще Откаты Системы делалось И так далее Там потом Я не хочу Просто об этом говорить Я забираю Свои слова назад Не говорил я Этих слов А в принципе Очень легко Сегодня посмотреть А как же Кчуз живет И все И вот вам Ответ на вопрос Самая Поясните Для далеких От тем Кчуз Это Кирово-Чепецкие Управление строительства Да Управление строительства Они были Самой сильной фирмой У нас По строительству Везде Сейчас ее Со всех сторон Пытаются обанкротить Денег-то нет Ну так вот Я прошу просто Сопоставить Некие вещи Водовод Заморожен Кчуз Банкротится И так далее А дальше Возникает вопрос А ревизия И у вас там Отмечено Что приезжала Соответствующая Комиссия Счетной палаты Которая Которая Говорит А эффективны Или неэффективны Деньги А вообще Да куда Они делись Эти деньги Ну так вот Поэтому я думаю Что тема Абсолютно Актуальна И она необходима И я думаю Что это Катастрофическая Ошибка Что не находят Сегодня возможности Для того Чтобы достроить Этот водовод Мне напоминает Это строительство Технопарка В Вятских полянах Тогда героически Приходилось бороться Полумиллиарда рублей Да Чтобы достроить его И это стоило Мне многих усилий Я не хвастаюсь Потому что Со мной были еще Товарищи И которые В открытую Делали некие заявления Их потом Банкротили И в тюрьму сажали Депутатов Которые Открытыми глазами Показывали Истинную ситуацию И А здесь Покруче Здесь уже Не 500 миллионов Здесь Миллиарды Причем Изначально Это ведь Огромная сумма Заявлялась Около 8 Я сказала Потом до 6 На 6,2 А дальше 3,4 По-моему По памяти Я говорю Они же все равно Вложены Но зачем Надо было Преобразовывать Одну ветку В две ветки Это тоже вопрос Должна была Труба Другая идти По диаметру Эта работа Для правоохранителей В том числе Я думаю что да Я думаю что да Потому что Я тогда Сочувствие Высказывал Директору К ЧУСу И говорил Да попал Попал Во щип Он не воровал Я убежден В этом Он ничего Плохого не делал Но то что Произошло Я очень Разочарован Тем что Вот этот Уникальный проект Подобных водоводов В мире По пальцам Можно считать И мы должны были Показать пример Но делали как лучше А получилось как всегда Пи Ты задал тему Не я задавал тему Спасибо международному Дню этого числа Валерии Турулу Спасибо большое Не было бы так грустно Если бы не было Или наоборот Не было бы так смешно Если бы не было так грустно Спасибо большое Иван спасибо Особое мнение